Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью». Я ее ведущий Петр Смирнов, а у меня в гостях директор детской школы искусств Наталья Анатольевна Калповская. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Анатольевна, очень важная дата в вашей жизни буквально недавно произошла. Это 10 лет на посту директора детской школы искусств. Это достаточно серьезный срок. И расскажите, пожалуйста, что за это время удалось сделать и как преобразилась детская школа искусств? На самом деле сделано очень много. Мы сохраняем традиции, которые были заложены предыдущим директором Галины Александровны Горячевой. Сохранился костяк. Коллектив, который работал еще при Галине Александровне, в основной массе своей, работает до сих пор. Это опытные педагоги, единомышленники, педагоги, которые очень любят свое дело, любят своих детей, детей, которых они учат, которых мы выпускаем, которые продолжают свою жизнь с искусством, с музыкой, с архитектурой. Мы постоянно участвуем в фестивалях и конкурсах. На базе детской школы искусств прошло три джазовых фестиваля. Фестиваль «Джазовые каникулы». Это 13, 14, 15 годы. К нам приезжали знаменитые джазисты. Очень интересная такая была творческая площадка. Надеемся, что этот фестиваль продолжит свое существование. Также не могу не сказать о детях, которые участвуют в проекте «Новые имена». Олег Корчагин выступал у нас с оркестром в Нижегородской государственной филармонии. Софья Габелева также выступала с оркестром. Преподаватель Горбунова Валентина Дмитриевна, опытнейший педагог, с большим стажем, прекрасно любящий свое дело. Открыли новое отделение вокально-хоровое с приездом нового молодого преподавателя Ерофеева Анастасии Сергеевна. Успешно работает на этом отделении. Она организовала коллектив «Прекрасный хор «Копель», который у нас 12 июня в этом году выступал на Красной площади. И прошел финал «Битвы хоров». Также прекрасно работает архитектурное отделение. Там у нас трудятся художники, очень творческие личности. Ежегодно мы принимаем участие в фестивале «Зодчество», где получаем Союз архитекторов России, дипломы Союза архитекторов. Это то, что касается достижений? Или все-таки еще есть отдельно то, чем вы лично гордитесь каким-то достижением? Вот так много событий и важных... Это далеко не все то, что я сказала, естественно. Самое главное, то, что мы сохранили то, что было, и приумножили. Ну, наверное, гордостью для меня, как директора, является открытие хорового отделения программы «Хоровое пение». Вот ее не было до моего прихода. Мы ее открыли и успешно ее реализуем. Предпрофессиональная программа «Хоровое пение». Также у нас и народные инструменты. Мы преподавали по народным инструментам. Надежда Константиновна Шустова, Нина Алексеевна Фасонова. Прекрасных детей выпускали. Дети поступали в ВУЗы. Сейчас работают в Санкт-Петербурге, Москве и других городах нашей прекрасной Родины. Можно ли сказать, что, получается, преподавательский состав – это главное достояние детской школы искусств? Конечно. Кадры решают все. И я стараюсь привлекать молодых специалистов. К нам пришли работать в выпускнике Нижегородской консерватории. Парфилев Алексей Васильевич, Бахтин Надежда Александровна. В этом году пришло два хореографа работать. Беляева Евгения Валерьевна и Шибина Мария Анатольевна, выпускница Ваганского чилища хореографического, танцевала на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Я хочу немножко погрузиться в историю. Вот такой вопрос. С чего все начиналось, когда вас назначили директором детской школы искусств? С чего начиналась ваша работа? И что все-таки самое главное в работе директора школы? Ну, я работала в нескольких учреждениях дополнительного образования нашего города. Это детская школа искусств номер 2. Я проработала там 11 лет. Потом 4 года я поработала в музыкальной школе имени Балакирева, в том числе заучем. И вот 2 сентября 2013 года я пришла в детскую школу искусств. Главное – это команда. Хороший директор – это хорошая команда. И я считаю, что за вот эти 10 лет мне удалось создать команду, с которой мы успешно трудимся, работаем. Это не только преподаватели, это и обслуживающие персоналы, бухгалтерия. Сейчас люди, которые меня понимают, с ними комфортно работать. И, в общем-то, помощники. Команда помощников. Далья Тольфовна, были ли какие-то страхи в первые годы работы? Ведь должность директора – большая ответственность. Да, большая ответственность. И приходилось учиться, по ночам изучать трудовой кодекс, документы, нормативные акты. Взаимодействовать с людьми, наверное, это самое сложное. Потому что творческие люди, натуры тонкие, ранимые. Находить со всеми общий язык, с каждым. Находить общий язык и ключик найти к каждому человеку. Это, наверное, самая главная задача директора, чтобы на созидание. Каждый человек был направлен на созидание. И на добрые дела. Поэтому, ну, страхи были. Но я говорю, что работа команды. Команду мне удалось, мне кажется, создать. Каждый занимает свое место. И мы друг другу помогаем. И ответственность большая. Ответственность большая. И за детей, и за преподавателей. В первую очередь за детей, наверное. Да. Потому что детей много. Детей много. Да. Дети разные. Все тоже приходят со своими настроениями. Но стараемся, даже если какие-то конфликтные ситуации возникают, мы стараемся их достаточно миролюбиво решить. Насколько зависит образовательный процесс в школе от материального обеспечения? От инструментов, от, может быть, каких-то расходных материалов? Вот как здесь строится работа школы и на какие средства финансируется? Ну, естественно, материальная база очень важна. Финансируемся мы из бюджета. И занимаемся приносящей доход деятельностью. У нас есть подготовительное отделение, с помощью которого мы зарабатываем сами деньги. Платные услуги. Платные услуги, да. Дети с трех лет у нас занимаются с большим удовольствием. Классы. Потом вот открыли несколько групп подготовительных для поступления уже в школу. Это хоровое пение год, архитектура год и хореография год. То есть дети с шести лет приходят, готовятся, и дальше мы уже их принимаем на бюджетное отделение. В 2020 году мы успешно реализовали национальный проект. Нам было выделено около шести миллионов федеральные, областные и местные деньги, на которые мы смогли существенно пополнить свою материальную базу. Были приобретены инструменты, было приобретено оборудование, фортепиано мы успели купить, хороший кавай, рояль кабинетный поменяли на сцене малого зала, вибрафон. То есть инструменты, которые уже, скажем так, приходили в негодность, мы их заменили достаточно существенно. Также директор госкорпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев выделил нам миллион в 2018 году, на который мы тоже приобрели музыкальные инструменты. Огромное спасибо и губернатору, и директору госкорпорации «Росатом», что они не стоят в стороне, а помогают детским школам искусств вот такой спонсорской помощью. Ну и, соответственно, вот участие в национальных проектах. А что касается расходников, вот какие, может быть, расходники, ну, понятно, музыкальные направления, там все ясно, действительно, есть инструмент, ты его используешь. А вот в архитектуре там уже, ну, наверное, какая-то глина, еще что-то используется. Нет, глиной мы не работаем. Вот в этом году у нас был такой очень интересный выпуск. Мы делали панно на стену. В свое время мы закупили гипсокартон, и вот на этом гипсокартоне делали панно, связанное с творчеством, связанное с искусством, балерины, архитекторы, фортепиано. И сейчас эти панно у нас украшают стены детской школы искусств. Давайте, наверное, немножко к образовательному процессу. Вообще, в принципе, а что дает искусство и обучение, ну, культурное обучение, да, ребенку? На самом деле, дает очень многое. Мы пытаемся все-таки вырастить культурного человека, да, и у детей стараемся воспитывать с малых лет общение, развивать способности. И, может быть, они не станут знаменитыми музыкантами, архитекторами, художниками, но они станут воспитанными людьми и культурными слушателями. И это немаловажно, потому что сейчас как бы большое внимание уделяется и русской культуре, и мы этому большое внимание уделяем. У нас проходят классные часы, посвященные творчеству художников, музыкантов. В том году был прекрасный классный час, посвященный творчеству Рахманину, потому что был юбилейный год Рахманину. Очень интересно. Дети делают исследовательские проекты, развивают, рассматривают темы и докладывают на широкую публику информацию интересную, которую они раздобыли в недрах интернета, подготовили для своих коллег, для преподавателей школы и, в общем-то, для всех слушателей, которые могут прийти на это мероприятие. Также с художниками. То же самое. Мы выбираем художников, у кого юбилей, например, да, и готовим такие сообщения. Это очень интересно и для детей, и для педагогов. Такая познавательная исследовательская деятельность. Ну вот именно с точки зрения художника, рисования, музыкального воспитания, как соотносится это с образованием в школе? То есть почему так важно дополнительное образование? Ну это развитие, конечно. И ребенок, который занят, то есть который после школы бежит к нам на уроки, естественно, он организует свое время по-другому, да. Если девочки танцуют, если это хореографическое отделение, то все стройные, красивые. Кто выпустился, получает свидетельство об окончании детской школы искусств. Если это музыкальные инструменты, то это мелкая моторика, это информация о композиторах. Если это архитектура, то это рисование, это развитие мелкой моторики. Все это помогает развиваться и становиться лучше нашим детям. Ну и, наверное, так же влияет и на успеваемость в основной школе. Да, конечно. Организованные дети, они успевают все, и, собственно, они успешны везде, и в дополнительном образовании, и в основном образовании. Вернемся к вопросам с кадрами. Насколько охотно сейчас идут молодые преподаватели в сферу дополнительного образования? Ну, скажем так, мы пока справляемся старым составом. Есть кадровый голод? Ну, кадровый голод есть. Я думаю, что кадровый голод есть, на самом деле, на всех уровнях вообще власти. Буквально недавно прошла конференция педагогическая, об этом говорил наш глава, что кадровый голод испытывают все. В том числе и мы, конечно. Тем более, что зарплата, к сожалению, педагогических работников не настолько велика, чтобы стояла очередь. Но, тем не менее, мы стараемся, поддерживаем стимулирующие выплаты. Вот недавно подняли оклады на 30%. Опять же, спасибо законодательному собранию Нижегородской области губернатору, что идут нам навстречу, потому что инициатива как раз была из нашего города, мы писали письма. Ну, в первую очередь, конечно, это касается молодых специалистов, потому что они приходят с такими небольшими окладами, еще и нет стажей, и нет категории, и совсем там получается немного. Но стараемся всячески поддерживать. По крайней мере, кто пришел к нам, молодые, хорошие кадры, они у нас задержались, они живут в городе, ну, как-то, скажем так, приспособились, работают с удовольствием, даже работают в нескольких учреждениях, в том числе, например, в Доме культуры в НИЭФ. То есть успевают совмещать? Успевают совмещать, да. Ну, не связан ли, условно говоря, дефицит кадров с востребованностью вообще дополнительного образования? То есть не стоит ли очередь, условно говоря, из желающих, а группы уже заняты, и новых набрать не получается? Ну, востребованность есть, и очередь есть, и это хорошо. Я понимаю, что это хорошо. То есть, получается, это как бы движение с двух сторон, с одной стороны. Движение с двух сторон. И количество ставок-то небольшое, да, потому что, ну, понятно, фонд оплаты труда ограничен. Нет, но мы, конечно... А с другой стороны, и востребованность высокая. И востребованность высокая. Мы стараемся все-таки держать руку на пульсе и быть в ногу со временем. Пока всех желающих мы принимаем. В основном. Те, кто по тем или иным причинам решает в процессе обучения, там, от нас уйти или, там, перейти в другую школу, ну, естественно, мы не возражаем. Но, в принципе, вот, кто приходит учиться целенаправленно, и даже если это очередь, мы всех выпускаем. И маленьких деток, которым три годика, и уже взрослых, которые у нас закончили восьмилетнее обучение. Вот, и прекрасные выпускные, благодарные родители, море цветов. Ну, очень так это все красиво. Восьмилетнее обучение? Восьмилетнее обучение. Я совершенно не знал, что, оказывается, так долго надо учиться. Да, сейчас детские школы искусств реализуют два вида общеобразовательных программ. Это предпрофессиональные программы, срок 8 лет как раз, и общеразвивающие программы, они короткосрочные. То есть, отличие в том, что предпрофессиональные программы, они наиболее, скажем так, углубленные, а общеразвивающие для общего развития само название говорит за себя. И вот с этими предпрофессиональными образованиями можно уже поступать на средне-специальные или на высшие, да, получается? По специальности. Да, у нас вот несколько последних лет, хочу сказать, что мы открыли предпрофессиональную программу архитектура. Работают прекрасные преподаватели-художники. И в прошлом году, и в этом году у нас есть поступление в Нижегородский государственный архитектурный строительный университет. И на дизайн дети поступают в высшие школы экономики. То есть, в принципе, после нашего учебного заведения можно идти учиться дальше уже. То есть, это несмотря на успехи в основной школе? То есть, выбирается профессиональная стезя, исходя из дополнительного образования фактически? Да, конечно. Дизайнеры сейчас востребованы. Опять же, если у тебя есть образование дизайна, дизайнера можно идти и художником работать, и дизайнером, и в какие-то мебельные салоны, и ландшафтные дизайнеры. Сейчас это очень востребовано, креативно. Вернемся к вопросу опять кадра. Много ли новых сотрудников в итоге пришло сейчас в детскую школу искусств? Ну, в районе 8 человек пришло. Да, вот за последние лет 5 пришло 8 человек новых. То есть, люди уходят у нас. Ну, уходят немного на заслуженный отдых. Потому что профессия такая, как бы, с детьми. Когда ты работаешь с детьми, ты сам становишься молод. Поэтому и преподаватели опытные работают, и молодые приходят, и они им передают свой опыт. А сколько, кстати, во всего штат в ДШИ? У нас 52 педагога. 52 педагога. И весь процесс обучения проходит на Гагарина 22, правильно? Нет, у нас еще есть филиалы на базе общеобразовательных школ. Это 5 школа. Там мы реализуем программу общего эстетического развития. И 14 школа. Там мы реализуем общеразвивающую программу архитектура. Прошло 1 сентября. Наверное, уже сейчас группа сформирована. И уже начался образовательный процесс. Сколько детей Детская школа искусств набрала в этом году? Более 100 человек пришло к нам на бюджет учиться. И столько же... То есть это бесплатно даже можно? Да. 100 человек? И столько же пришло на бюджет больше 100 человек. На платные условия? На бюджет 100, и на вне бюджет тоже около 100 человек. А вообще контингент Детской школы искусств 684 человека. Это бюджетное отделение. И где-то в районе 200 это вне бюджет. В хорошие времена до пандемии мы учили 350 подготовительных детей. А как, кстати, пандемия повлияла на образовательный процесс? Кто-то побаивается ходить, кто-то бережется. Но в основном сейчас восстанавливается процесс. И мы возвращаемся в тот ритм, который у нас был до пандемии. Дети идут, родители идут. Школа востребована. Важно, наверное, поговорить о планах на будущее. Наталья Анатольевна, я уверен, что вы перед собой ставите цели и задачи. И я хочу, чтобы вы немножко поведали о них. Потому что это очень важное и востребованное учреждение у нас в городе. Ну вот в этом году мы планируем принять участие в финале битвы хоров. Еще раз проговорю, что 12 июня мы вошли в полуфинал битвы хоров. И наш коллектив «Хор Копель» руководитель Анастасия Ерофеева, концертмейстер Светлана Елагина. С своим коллективом детей и родителей побывали на Красной площади в Москве. Это, кстати, было впервые в нашем городе. Мне кажется, это вообще здорово и круто. И я смотрела этот концерт онлайн. Было награждение победителей. И они прошли в финал. Вот буквально осенью должен состояться финал. Куда они поедут, надеюсь, что будет все хорошо, выступать и представлять свою программу. И наш город Саров на главных сценах страны. Планировалось, что будет проходить финал в Крыму. Но из-за непростых нынешних условий, небезопасных, пока неизвестен город, где будет проходить финал. Ну, вообще так, часто такие случаи, что какой-то коллектив выстреливает, условно говоря. Или это прям первый опыт такого грандиозного участия? Ну, вот коллектив «Копель» очень здорово развивается. Они побывали в прошлом году в Санкт-Петербурге. Заняли там первое место на всероссийском конкурсе. Причем конкурс именно хоровой. В этом году, который прошел, они были на конкурсе в Казани. Хоровая Казань. Также заняли первое место. И вот таким финалом под занавес учебного года стал выход в финал битвы хоров. Танцоры у нас неплохо выступают. Также вообще крупные коллективы, конечно, сложнее вывозить на конкурсы, нежели солистов. Коллектив «Контемп», «Маринсказ». Сейчас к нам вот вернулась Мария Александровна Яшкина, руководитель ансамбля «Маринсказ». Надеемся, что тоже она восстановит свой коллектив. Она от нас уходила ненадолго по семейным обстоятельствам. Но сейчас вернулась. Детишки выступали. В прошлом году у нас был замечательный отчетный концерт на сцене «Дома молодежи», где свое творчество они демонстрировали. Молодые хореографы пришли и в прошлом году, и вот в этом году я уже говорила, что пришли новые кадры. Надеемся, что с их приходом у нас хореография. Как-то, как сказать, так же ярко будет выступать, как и коллективы хоровые. Конечно, не могу не сказать про проект «Росатому», но «Клайкиц». Только что вернулась трое детей у нас Василина Афонина, Алексей Федин, Ксения Занина, преподаватель Анжелика Антольевна Ермакова. Ребята участвовали в мюзикле, который поставил он режиссер. И это был юбилейный такой турне. Они ездили по городам России. И не только Россия. Все же такая профессиональная постановка. Успешно там выступали, да. Ну и, естественно, мы в этом также будем в проектах госкорпорации «Росатом» планируем принимать участие. А Ксения Занина, получается, Ваш воспитанник? Да, Ксения Занина учится. Потому что уже достаточно знаменитая девочка. Анжелика Ермаковой, да. А вообще нет такой вот вопрос, такой конкуренции между учреждениями дополнительного образования? То есть там между кадровыми, перетягиванием кадров, перетягиванием воспитанников или как-то вот, типа, наверняка хореография есть в нескольких школах. Дополнительного образования. И каждый хочет, чтобы вот пошли именно к нему. Ну, на самом деле, каждое учреждение дополнительного образования занимает свое место в нашем городе. У нас четыре учреждения дополнительного образования, что касается сферы культуры. Это музыкальная школа, художественная школа, детская школа искусств номер два, детская школа искусств. И каждая школа имеет свое направление. Что касается и хореографии, и касается это и других дисциплин, и народных инструментов. Если мы брать музыкальную школу, то это академическая направленность, Это скрипачи, виолончелисты, кстати говоря, тоже успешно сейчас участвовали в оркестре атомных городов, принимали участие в парке «Зарядье». То есть это такая классическая музыка. Классическая музыка, художественная школа, соответственно, также академическая живопись, графика. Детская школа искусств номер 2 – это народные промыслы, ремесла, глина, керамика, вышивка, деревообработка. И мы, школа такая общая, эстетическая, то есть мы в себе собрали все. На самом деле, мне очень повезло, что я пришла именно в эту школу работать, потому что школа такая и кадрами насыщенная, интересными, и направлениями. То есть если, например, делать какой-то концерт, он получится такой глобальный, скажем так. У нас проходили концерты. Сами себя обеспечить и музыкантами, и танцорами. На сцене драматического театра проходили концерты, ну, здорово было на самом деле. То есть и эстрадный вокал, и танцы, и зарисовки архитектурные, и, в общем, народные инструменты, и пианисты выступали. Интересно. Ну, я думаю, глобальных задач каких-то не только на этот год. Может быть, на ближайшую пятилетку есть какие-то особые цели, которые хотелось бы очень достичь. Ну, конечно, хотелось бы обновлять все-таки кадровый потенциал. Хотелось бы, чтобы школа эта жила, продолжала свое существование, несмотря на какие-то сложности, которые все равно встречаются на пути. Хотелось бы, может быть, нам построить большую сцену, потому что у нас сцены нет для хореографии. Вот мы работаем в этом направлении. Ну, отремонтировать какие-то, наверное, тоже помещения. Естественно, обновление инструментария, материальной базы, обновление кадрового потенциала. Ну, и сохранение традиций, тем не менее. Направлений новых не собираетесь открывать? И вообще, есть ли какое-то что-то современное, что действительно можно вводить уже в такое дополнительное образование? Можно смотреть в сторону дизайна, в сторону компьютеров, в сторону мультфильмов. Ну, детская школа искусств номер два сейчас реализует эти направления. Мы как бы не будем… Сконкурировать с ними. Да, да. А вообще в сторону дизайна мы смотрим, конечно, у нас работают креативные педагоги, почему бы нет. Это востребовано. И вообще последнее время, то есть хореография, архитектура и вокальное искусство – это наиболее, скажем так, там вот ажиотаж детей, родителей, кто хочет учиться именно на этих направлениях. А как вообще определяют ажиотаж? Я хочу, чтобы мой ребенок пошел на хореографию? Или я хочу, чтобы он пошел на архитектурное какое-то направление, графику? Ну, во-первых, дети ходят к нам на подготовительное отделение. То есть уже с трех-четырех лет видно, к чему у ребенка наибольшие склонности и способности. Преподаватель может порекомендовать, чтобы, например, попробуйте поступить к нам на архитектурное отделение. Для этого нужно пройти вступительные испытания. Ну, а даже так? Да, вступительные испытания и отбор для того, чтобы тебя взяли учиться в детскую школу искусств. То же самое касается и музыкального отделения. В этом году, кстати говоря, вот у нас большой ажиотаж на фортепиано. Несколько лет было как-то затишье в этом направлении. В этом году у нас около 20 человек пришло учиться на фортепиано. Это много. Потому что обычная группа, там, ну, класс 10-12 человек. Это 20 человек, это почти два первых класса. Но это приятно на самом деле. Педагоги подсказывают, администрация подсказывает, родители, может быть, сами хотят чего-то. И, как бы, бывают такие случаи, что родители пишут на несколько отделений заявлений. Мы уже смотрим в процессе, где ребенок лучше себя проявил. Наталья Анатольевна, я хочу пожелать вам успехов в вашем дальнейшей работе, в процветании детской школы искусств. 10 лет за плечами. И я пожелаю вам еще 10 лет такой же насыщенной работы, таких же больших успехов вашим воспитанникам. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Это была передача «Актуальное интервью». И с вами мы увидимся через неделю. До свидания. До свидания.